ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня днем на территории Гомельской области будет переменная облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до 27 градусов выше нуля. Ветер северный скоростью до 5 метров в секунду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня вечером смотрите в нашем эфире фильм «Большая свадьба». Это история о современной семье, пытающейся пережить выходные свадебного торжества, которые могут обернуться для них полным крахом. К удивлению детей, их давно разведенные родители вынуждены притворяться счастливыми ради свадьбы своего приемного сына. Это нужно для комфорта его консервативной биологической матери, которая неожиданно решила пролететь через полмира, чтобы принять участие в свадьбе. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 20 часов 25 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пять туров, пятерка игроков каждой из двух команд и харизматичный ведущий. Каждую неделю команды школьников из Гомельской области борются за победу в викторине «Эрудит пятерка». Ведущий Леонид Климович готовит для команд множество занимательных вопросов. Участники игры проявляют свое лучшее качество, умение грамотно распределять силы и строить выигрышную стратегию. Интрига держит зрителей и болельщиков в напряжении по воскресеньям. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 12 часов 5 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Классный час. Детская опознавательная программа на телеканале «Беларусь-4». Это первая передача в региональном телеэфире, созданная профессионалами и детьми для детей. Все о жизни, увлечениях и учебе в школе глазами подростков. Включайте телеканал «Беларусь-4» в воскресенье в 12.40. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завтра в вечернем эфире смотрите на нашем канале фильм «Лучшее во мне». Это история о двух бывших влюбленных подростках. Никто из них не жил жизнью, которую они представляли. И никто не забыл страстную первую любовь, которая изменила всю жизнь. И вот события жизни дарят им новую встречу. Что из этого вышло, смотрите завтра на канале «Беларусь-4 Гомель» в 17.50. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В воскресенье вечером на телеканале «Беларусь-4 Гомель» смотрите фильм «Свадебный переполох». Мало кто разбирается в любви и браке так же хорошо, как Мэри, ведь она – свадебный церемонимейстер. Но ее собственная личная жизнь оставляет желать лучшего. Однажды при весьма необычных обстоятельствах Мэри знакомится со Стивом. И эта встреча заставила ее поверить в любовь. Каково же было ее разочарование, когда она узнала, что Стив должен жениться на богатой клиентке. Что победит в душе женщине? Разум или чувство? Трезвый расчет или любовь? Узнаем завтра в 20 часов 20 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» передачу о вопросах здоровья, тела человека. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи только по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. Все это влияет не только на продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Включайте наш телеканал в 19.30. В Беларуси продолжается акция «За что я люблю родную землю». В ее рамках каждый желающий может представить свою творческую работу. Сочинение, стихотворение, рассказ или что-то другое на белорусском языке. В своей работе нужно рассказать о главных достижениях в развитии своей местности. Поделиться тем, что вызывает чувство гордости и любви к малой родине, ее прошлому и настоящему. Работы принимаются до 23 августа. Награждение победителей состоится во время недели художественного слова, которое пройдет на базе Национальной академии наук Беларуси с 31 августа по 6 сентября, а также в рамках Дня белорусской письменности. Сегодня в нашей рубрике есть вопрос. Адвокат Наталья Тарасова расскажет о медиации для семейных споров. Не переключайтесь. Прежде всего я хотела бы напомнить, что медиация – это переговоры между конфликтующими или спорящими сторонами с участием независимого посредника-медиатора с целью достижения взаимоприемлемого решения, то есть того решения, которое устроят обе стороны. Можно применять для разных видов гражданских споров медиацию, но можно сказать, что наиболее актуальна она в семейных спорах. Почему? Потому что это всегда эмоциональный конфликт, это всегда отношения. Медиация применяется у нас довольно давно. Закон работает о медиации с 2014 года, и практика его применения вызвала необходимость внесения изменений. Вот какие изменения сейчас внесены в законодательство о медиации. С 1 июля при подаче заявления о расторжении брака либо в органы ЗАГС, либо в суд, заявителю или ИСУ будет разъясняться право его воспользоваться возможностью поучаствовать в информационной встрече с медиатором. Цель этой информационной встречи – рассказать, что такое медиация, и чтобы стороны определили для себя, подходит ли им такой способ разрешения их конфликта, их спора. Участие в такой информационной встрече является бесплатной. Поэтому стороны ничего не теряют. Вместо того, чтобы идти в суд, воспользоваться возможностью информационной встречи с медиатором и попробовать разрешить конфликт без обращения в суд. Как провести летнее время с пользой своими идеями на этот счет, мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно, практически незатратных финансово видов досуга. Меня зовут Кристина, мне 18 лет. Учусь в ГГУ имени Франциска Скорина. В 2006 году увидела чемпионат мира по волейболу среди женщин, финал Бразилия-Россия, и поняла для себя, что это то, чем я хочу заниматься всю жизнь. Волейбол полезен только в том случае, если им заниматься непрофессионально. Потому что любой профессиональный вид спорта, я думаю, любой спортсмен, профспортсмен согласится, что это не просто для здоровья делается, это скорее какие-то гладиаторские бои. Поэтому волейболом нужно заниматься только в свое удовольствие, ну, если просто хочется поиграть. В свое удовольствие на пляже, допустим. Вот действительно полезно на песке попрыгать, потому что это минус лишний вес, так скажем, плюс тонус будет для всего тела, как минимум. В Гомеле есть множество, абсолютно огромное количество секций. Это школы, волейбольные классы, как это было в моем случае. То есть с 5 по 9 класс я была в волейбольном классе. Также на пляже, пожалуйста, на любой гомельский открытый пляж. Если прийти, можно увидеть висящую сетку, через которую не проблема поиграть. Как всегда, Новый день с вами встречали программу «Утренний фреш» и я, ее ведущий Павел Михно. Хочу пожелать вам только хорошего настроения и улыбок окружающих людей. Сегодня суббота, у многих впереди целых два выходных. Постарайтесь отдохнуть и набраться сил на следующую рабочую неделю. Увидимся в понедельник на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Редактор суббот Корректор А.Егорова